Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Расстались с молодым человеком почти две недели назад, по его желанию, точнее его очередному эмоциональному всплеску. Общались где-то мне, если спать я с ним не спала, но близкое общение было, говорилось, что я реально его зацепил и нет цели только секс. Но в принципе, по поступкам было неплохо, а вот вообще сейчас анализирую, он очень эмоционально неустойчивый воспримечательный манипулятор и тиранией, который вечно ко мне цеплялся, пытался внушить, что везде моя вина. Так вот, на очередной его всплеск не хочу, не буду, надоело, я решил оставить человека в покое. Буквально полторы недели я полный тишины с обеих сторон. Вчера это чудо припирается там, где я работаю, в мою смену, о которой он знал 100%. Какой-то девушка, я работаю в ресторане-гостиничном комплексе, я в отеле на ресепшене. Они якобы приехали в ресторан посидеть, он здесь работал, мы там и познакомились. И то, что я сижу на камерах, они там есть везде, для него известно. Так же, как и то, что в этот день моя смена, что это за цирк, парень пытается мне что-то доказать, впервые в жизни с таким сталкивался. Ну, понимаете, в чем дело? Вот мы, да, психологи, мы сталкиваемся с такого рода вопросами, да, ну, скажем так, довольно часто. Вот, то есть довольно часто люди вот как-то хотят, ну, вот, знаете, что-то узнать про кого-то, да, вот, про других людей. Вот, и я бы, наверное, как-то вот здесь вам бы сказал, наверное, знаете, как я бы вам сказал, а зачем вы интересуетесь? То есть, ну, да, цирк это для вас, для вас это цирк. Ну, да, вы можете впервые с этим сталкиваться, это правда, я вас в этом смысле прекрасно понимаю. Вот, но почему вас это, вот, волнует? Чем это вас волнует? Да, как бы. Вот, что интересно. То есть, ну, вас это, вот, как-то задевает, может быть, вам это как-то неприятно. Вот. То есть, понимаете, штука в том, что вы человека называете чудом. Ну, не нужно быть, как бы, сверхпроницательным, чтобы увидеть, что вы его обесцениваете. И поймите правильно, что вы, вы-то, можете его обесценивать. То есть, в этом нет ничего такого. Вы хотите его обесценивать, да, и вы его обесцениваете. Вопрос немножечко, как мне кажется, в другом, в этом смысле. Вопрос, на мой взгляд, заключается больше в том, как мне кажется, что вы игнорируете, игнорируете свои чувства в этой ситуации. То есть, вам неприятно, вам больно, что вы расстались. Возможно, вы чувствуете себя, ну, вот, задетой, да, как-то вот, ну, униженной. И, возможно, вы себя чувствуете. И вам это тяжело. То есть, вам это тяжело. Но вы, как бы, не признаете этого. Испытывать боль от расставания нормально, переживать по поводу расставания нормально. Как-то испытывать, ну, грусть какую-то, да, переживание нормально, это нормально. Вы же, вот, пытаясь как-то понять человека, да, на мой взгляд, просто лишаете себя этой возможности проживать свои собственные чувства. Потому что вы пытаетесь понять его. Вот. Что вам даст то, что вы, ну, как-то вот узнаете и поймете его, что вам это даст. Что вам даст знание о том, что он вам действительно, там, что-то доказывает. Вот. То есть, обратите внимание, что вам это важно почему-то. Вам это почему-то. И вот ключевой момент, ключевой момент заключается в том, что вам движет ревность к его новой девушке. Что он вот, может быть, ну, по вашему мнению, да, вот так быстро нашел. Себе. Новую девушку. Например. Ну, например. Страх, что вы, там, например, опять же, можете, ну, попасть, еще раз на такого человека. Вот. Такая какая-то история. То есть, что мы, что мы движет. Вот. Попробуйте сформулировать это. Потому что, это очень важно. А, значит, и, соответственно, ваши чувства, которые, ну, вот, возникли, возникали, возникли, ваши чувства. Они нуждаются в том, чтобы вы их прожили. Понимаете? Вам необходимо прожить свои чувства. Вот это. Если нужно, там, не знаю, про плакать, про болеть, и так далее. Но нужно спрашивать. Некоторые вещи смущают в том, что вы говорите. Например, вы говорите о сексе. Как будто бы, вот, ну, как будто бы, как-то, вот, придаете, ну, условно говоря, значение секса, да, вот, ну, какое значение для вас именно секса в данном случае. То есть, вот, как-то вы не знаю, относитесь к сексу с осторожностью и так далее. Да, может быть, вы себя, может быть, вы себя вините за то, что, вот, если бы я с ним приспала, то ничего бы не было. Может быть, его эмоциональные всплески вызывали, вызывали и вызывают у вас такое вот ощущение, такое вот, э, ну, чувство, что вот в чем-то, в чем-то вы виноваты, например. Да? То есть, это вот то, что нужно посмотреть, потому что это что-то, что касается вас. то, что вас как-то задирает, влияет на вашу самооценку и так далее, на чувство, ну, может быть, вот вашей, ну, ценности, скажем так. Да? То есть, вот, ощущение, ну, чувство вашей цены. Чувство вашей цены. Вот. А что касается мужчин, то ситуация здесь следующая. Значит, человек, вот как вы его описали, вот как вы описали, этого человека. Человек склонный, условно, говоря, к, значит, ну, к тирании, да, к эмоциональным всплескам, является демонстративным. это вот такой демонстративный тип. И говоря о том, что это демонстративный тип, да, мы можем говорить о том, что его демонстративность, она проявляется в том числе и в таких вот моментах. То есть, что такое демонстративность? Да, что это такое? Что есть демонстративность? Демонстративность это в первую очередь незрелость. Незрелость поступков. Да? Детская поступков. То есть, человек как будто бы не вырос. К сожалению. Вот как будто бы не вырос. И соответственно, человек не вырос и он ведет себя так, как будто ребенок. Да? Пытаясь вызвать ревность, пытаясь как-то вот самоутвердить, там, доказать что-то и так далее. Вот. И да, это вот, ну вот, вот такой, значит, ну, такой человек. Вот. Такой человек. А такой, вот, в данном случае тип личности у мужчины. И ничего с этим не поделаешь. Вот. Другой вопрос, другой вопрос, что у вас к нему, да, могли появиться какие-то чувства к мужчине. Хотя вы вроде как ну, общались не другая по-вашим по-вашим словам. Вот. Но чувства у вас какие-то к нему появиться могли. И вам от этого сейчас больно, но тут важно на мой взгляд увидеть, что это за чувства и связаны ли они с человеком. То есть направлены ли они на человека. Потому что на мой взгляд, на мой взгляд, скромный, они направлены не на человека, а на вас. То есть это чувства про вас. Ну, больше. И чувства, вот это чувства про вас, они про то, что я чего-то для себя хочу. То, что вы увидели элемент доказательства в его поведении, даже если это действительно так, то есть, ну, даже если человек на самом деле что-то вам доказывал, да, даже если то, что вы увидели элемент доказательства в этом, это про вас. Что говорит то, что вы сами не прочь подоказывать. То есть вы сами как бы вот возможно, да, нуждаетесь в том, чтобы что-то вот доказывать. это вопрос опять же к вашей уверенности в себе. И вот эта вот идея уверенности в себе того, насколько вы от этого склонны как-то убегать, того, насколько вы как-то склонны вот это предправе. Говорит об элементах защиты. Психологической защиты у вас. Активные психологические защиты помогают, мешают, мешают человеку быть ну вот самим собой. Ну просто вот мешалок. Ну к сожалению просто мешалок. И я думаю, что если вы найдете в себе силы признать, что у вас эта ситуация задела, что вам эта ситуация неприятна, что ну что вас она как-то вот не знаю травмирует, например, да, допустим. Если вы найдете в себе силы это признать, то вам будет легче эту ситуацию праздывать. и уж тем более не нужно будет стараться кого-то понимать. Не нужно будет пытаться что-то для себя узнавать. Вам будет достаточно полагаться на себя. вот посчитали вы такое поведение ребяческое, посчитали вы такое поведение ну вот неприемлемое для себя. И все. Этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы делать какие-то выводы. Собственно. Понимаете, и все. этого достаточно. Вот. Я думаю, что я думаю, что такой примерный ответ можно вам дать сейчас с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, сформулировать, ну, сформулировать, сформировать базовые, базовые постулат для психотерапии. Вот. И, соответственно, начать над собой работу. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. удачи. Удачи.